Друзья, всем привет! Сегодня в этом видео я хочу показать вам результат использования вот такого улья-нуклеуса, универсального, как я его назвал, и заселение вот такого маленького нуклеуса. Покажу результаты и действительно расскажу вам честно всю правду о том, стоит ли вообще заниматься вот таким ульем на 9 в данном случае мест, и что это, пустая трата времени или все же таки эффективный вариант вывода маток для себя. Я всегда, друзья, снимаю результаты своей работы для того, чтобы воочию показать, рассказать и действительно сделать выводы о том, что получилось, что не получилось. Первый момент, который хочу отметить по данному нуклеусу. Посмотрите, что я добавил. Вот они маленькие гвоздики, которые у меня торчат. Вот эти части хорошо закрылись, крышки. Вот там с той стороны немножечко как-то торчало. То ли панерку немножко повело, стояла она под углом и немножко согнулась. Короче говоря, для того, чтобы можно было или перенести этот нуклеус, может вы хотите его перевести где-то, где трутовый фон у вас другой, вывести куда-то на облет, или просто закрыть, чтобы эти крышки не открылись от температуры. Нужно использовать вот такие вот фиксаторы. Я это сделал и все получилось очень плотно, очень хорошо. Это первый момент по такой доработке. Можно сказать, ерундовой доработке. Особенность заселения, повторюсь, я в прошлом видео, когда показывал этот нуклеус пустым, говорил, что недостатком, одним из недостатков, является контроль количества пчелы в этом нуклеусе. То есть, когда мы переставляем рамки с расплодом и пчелой на них, возможен такой вариант, что летной пчелы на рамках много и придется потом пчелу добавлять. Вот в данном случае вы видите у меня сила этого отводочка такая. Надеюсь, будет на камеру видно. Засев, здесь уже маточка и засеяла, и уже я ее отсюда отобрал. Она уже находится у меня в одной из семьи. Ну и вторую рамочку вам покажу. Не все они такой силы. Вот этот первый отдел, первое отделение я заселял полной рамкой печатного расплода. И вот здесь вот тоже есть яички на этой рамке. То есть матка пока здесь сидела, успела насеять, просеять две рамки. Это очень хороший показатель. Мне очень понравилась эта матка, когда у вас перед вами большое количество маток молоденьких, которые только облетелись. Как говорится, есть из чего выбрать. Одна матка после облета как-то не очень живо там начала сеять, рассеиваться. Это другая. Я просто на них дую, чтобы они ушли вниз и не придавливать их на верху рамок. То есть у меня нет зазоров 10 миллиметров над рамками. Наверное, нужно было предусмотреть. Ну, в основном это может сказаться как-то там на зимовке, типа переход между рамками. Но так как здесь всего две рамки, я думаю, что этот момент вообще не критичен. Итак, друзья, по количеству пчелы я показал. Есть негативный пример по количеству пчелы. Меньше всего пчелы у меня получилось вот в этом отделении, в шестом. Здесь даже стоит заставная диафрагма. Она практически без пчел. Скорее всего, много пчелы просто слетело. И наполнился этот отводочек исключительно, ну, почти только той, которая вышла из печатного расплода. И посмотрите, сколько здесь трута. Трута здесь, ну, просто немеряно. Ну, было много его на рамке, он повыходил. И вот есть то, что есть. Ну, и, к слову говоря, это единственное отделение, в котором матка не облетелась. Причем из девяти. Причем, друзья, я не знаю, может быть, здесь с маткой что-то случилось на начальном этапе. То есть, я не видел здесь матку вообще. Я не помню, по-моему, я ее сюда уже живую подкидывал мне из маточника. Были здесь у меня варианты, где я из маточника маточник подставлял. Были варианты, где живую матку неплодную из бегудей выпускал. Разные были варианты. Но вот здесь я матку ни разу не видел. Не помню, какую подсаживал и ни разу не видел. То есть, я не могу сказать, что она не успешно облетелась, что она погибла при облете или там еще какие-то нюансы. Пчелы убили или... Я не знаю. То есть, это как исключение в данном случае исправил. Итак, вывод такой. Из девяти маткомест в этом улье нет только одной матки. По неизвестным причинам. То есть, не было ее здесь неплодной, чтобы я ее видел, а потом ее не стало. Вот такие, друзья, такой результат. Остальные маточки получились довольно высокого качества. Я имею в виду внешний вид, потому что на сегодняшний день мы можем оценить только внешний вид и качество засева. Насколько быстро матка засеивает и насколько качественно просеивает рамочку. Поэтому пока что мне все нравится. Вот здесь еще есть маточка, которая дозревает. Я ее уже пометил. Она оплодотворилась и скоро начнет засев. Ну и посмотрим соседнее отделение, где еще есть плодная маточка. Также здесь стоит заставная диафрагма. Потому что просто не было второй рамки. Найду, поставлю. Вот такая хорошая рамочка. Придавил пчелку у жалева. Жало прилипло. Вот такая рамочка. Видите, как много перги в ней попалось мне для такого вот отводочка. И хорошо выбирать такие рамки. Как раз сразу пчеле, если ее немного, есть чем выкармливать. И вот мы видим маточка, ее размеры. Поведение. Окраску. Я также ее уже пометил. Здесь засев есть. Она уже работает. Вот здесь видны яйца. Ну, в принципе, я никому ничего доказывать не собираюсь. Сказал, одна из девяти не получилось. С остальными все в порядке. Я уже расселил по тем ульям, которые срочно нуждались в замене. И теперь могу подарить этих маточек, так сказать, свободных лишних, своим друзьям. Кстати, обращаюсь к своим подписчикам, кому нужны маточки. Если вас будет много желающих, то, возможно, какой-то там розыгрыш проведем. Если немного желающих будет, то я вам подарю маточки. Одну я обещал в город Измаил. Одну обещал Херсонскую область. Поэтому, друзья, напишите мне свои контакты. Я обязательно выполню свое обещание. Пришлю вам маточек. Купил я вот таких рассылочных коробочек немножко. Я маток руками не беру из разных соображений. И чтобы не придавить, и чтобы зря ее там не мацать. Не было на ней никаких запахов лишних, повреждений и всего остального. Ну, не ловлю. У меня очень хорошо получается в коробочке маток вот таким вот образом на рамке ловить. Я беру здесь двумя пальцами, получается, как шприц. И задвигаю стеклышко. Сразу же в коробочке с маткой оказывается... Сейчас я рамку верну. Сразу же в коробочке оказывается до 7-8 пчел, чего достаточно. И вот таким вот образом можно отправлять. Коробочка новая. Все закрыто. Так что, друзья, кому нужны маточки, пишите. Попробую помочь. Ну и покажу вам результат заселения вот такого мини-нуклеуса. Я его заселял просто сметанием пчел-нуклеус. Ну, здесь нюанс какой. Очень аккуратно нужно доставать, чтобы матка не улетела на этих маленьких рамочках. Они очень часто бывают, совершают с них круг почета вокруг нуклеуса. Буквально вчера, когда я контролировал здесь наличие матки, она вылетела и полетела. Сделала кружочек и из третьего раза попала куда нужно. Здесь они уже нектаром все залили. Может быть, сироп переработали. Вот так оттянули ващинку. Полностью занимают таких три мини-рамочки на четвертой. Сейчас вам покажу. Начали оттягивать. С этой стороны работают и есть нектар. Получается, маточка у нас где-то здесь, на четвертой рамочке должна быть. Так как там я не нашел. Ага, вот она. Нашлась маточка. Вот она, маточка бегает. Она уже облетелась, плодная. Это видно по форме тела. Вчера у нее еще торчал шлейф. Осталось подождать буквально пару дней. Она растет, увеличивается в размерах. И начнется засев. Я, чтобы потом ее уже не тревожить, в следующий раз сейчас сразу помечу. Для этого использую всегда такую трубку. Руками маток никогда не беру. Им это не нравится. Они пытаются вырваться. А я не хочу сильно придавливать. Поэтому... Обычно открываю эту трубку наполовину. Помещаю в этот сектор матку. Убедился, что она залезла на решеточку. И тогда решетку задвигаю, чтобы не срезать ей голову. Дождались, пока она займет такое положение. Удобное. Я уже как-то показывал, как метить маток без опыта. Но раз уж занимаюсь сейчас этим, покажу голову. Всегда располагаю вверх. Чтобы в случае, если маркер потечет, не залить глаза. И ставим красивую отметочку. Сразу же отпускаем. Для того, чтобы она и не мучилась. И сразу же пятнышко высыхало. Достаточно подержать всего лишь минутку-две. И можно ее выпускать. Для чего держать минутку-две? Для того, чтобы и подсохло, и не было запаха растворителя. Пчелка кормит, сидит. Все прошло нормально. Открывать так, конечно, нельзя. Но подсматриваем за процессом кормления матки. Еще одна, еще одна пошла. Так. Теперь можно выпускать. Ну и, ребята, преимущество недостатки таких маленьких мини-нуклеусов по сравнению вот с такими большими ульями. В такой мини-нуклеус необходимо меньшее количество пчелы. Ребята, которые занимаются выводом маток на продажу в большом количестве. Они там аполлонниками, чашками их берут и засыпают в эти мини-нуклеусы. Ну, морока кое-какая есть с тем, чтобы наващивать вот эти маленькие мини-рамочки. Можно там поясочек ващинки, можно полностью, значит, наващивать. Разные способы есть. То есть, этот нуклеус, прежде всего, его преимущество в том, что здесь малое количество пчелы и не надо забирать большие рамки из ульев. А вот у того нуклеуса как раз преимущество в том, что не надо морочиться с засыпаниями, какими-то заселениями. Просто рамки поставили и все. Но там может быть слет пчел летных. То есть, необходим контроль пчелы. Хотя и в этих тоже контроль пчелы необходим. Данные нуклеусы, мини-нуклеусы нужно ставить на три дня в холодное помещение. Обычно там в подвал погреб заносят для того, чтобы пчелы забыли то место, откуда их взяли. Не слетели и плюс ко всему начали отстраивать гнездо. Ну, у меня за три дня они гнездо практически не начали строить. Я их вынес. Погода теплая. Здесь им даже лучше отстраивать. Слететь уже не слетели и начали хорошенечко оттягивать ващин. Также мне, честно вам скажу, не нравится в этих нуклеусах вот это отделение для кормов. Первые годы, когда я только начинал, у меня были проблемы с кормами. Много пчел у меня там тонуло. Потому что, когда я покупал его, мне дали вот такой стандартный коробочек предусмотренный. Видите, там даже и сейчас немного пчел утонуло. Я сделал туда поплавок из пенопласта тонкого. Вроде бы сейчас вылазят, но тем не менее, вы же видите, есть потери. И, короче говоря, жидкий сироп, такой нуклеус, с такой чашкой не подходит. Лучше те вот нуклеусы, похожие на этот, у которых деревянная кормушка, где пчелы хорошо вылазят по стенке. То есть нужно заменить в данном нуклеусе кормушку, поставить сюда деревянную или вообще что-то такое предусмотреть. Можно избежать этот момент путем того, чтобы класть сюда канди. Я давал этой семье канди поверх рамок. Сейчас они этот канди уже полностью взяли. Кстати, где пакетик от канди? Ребятки, девчатки. Так что, друзья, в выводе могу сказать, что все получилось неплохо. Результат более чем удовлетворительный. И мне нравится том нуклеусе из девяти возможных маток. Восемь я получил плодных. Уже их всех оттуда изъял и буду сегодня давать опять маток из воспиталки. Ну и по тому улью мне вообще понравилось, потому что я имею теперь девять отводков. Сейчас маток расселил, потом в конце лета еще там можно будет свеженьких сделать и оставить их в зиму. Отводочки разрастутся, наберут силы, туда можно будет стряхнуть пчел из вот таких мини-нуклеусов. И оставить хочу в зиму, попробовать оставить в зиму девять маток запасных, девять таких мини-отводочков. Ну и также сниму, покажу, что из этого получится. Спасибо, ребята, всем за внимание. Кому понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии. И отмечайте, кстати, в комментариях, кому там нужны маточки. Будем пытаться помочь всем мира, здоровья. Всем пока. Продолжение следует...